Ну что, здравствуйте, товарищи! Простите, дорогие зрители! Соскучились за моими распаковками с интернет-магазина под названием Тиму? Не Тему, а Тиму. По-английски это звучит так. Если соскучились, тогда давайте приступаем, раскрываем и смотрим, что же такое интересное я заказала. Я не знаю, успели вы разглядеть или нет, что у меня здесь три большие посылки, но это все один заказ, просто некоторые товары очень такие объемные. Общая сумма заказа была 101 или 102 доллара, но я заплатила что-то около 40 долларов. 40 долларов у меня был купон. Если заказываешь на сумму 100 долларов и больше, то они мне дали купон 40 долларов и 20, по-моему, с чем-то долларов у меня были мои накопленные деньги с возврата. Возвращаю я какой-то товар или какой-то товар понизился в цене, мне тоже идет за это возврат. Поэтому у меня накопилась хорошая сумма, я ее решила потратить на те вещи, которые мне действительно были нужны и необходимы. Не только ради того, чтобы попробовать и вам показать, но мне действительно все вот эти товары, которые вы сейчас будете смотреть вместе со мной, они мне были нужны. Так что давайте раскрываем и смотрим, что же в конце концов в этих самых посылках спрятано. Итак, первую посылку я уже раскрыла. И здесь у меня достала контейнеры, два контейнера для муки и для сахара. Ох, как они туго запихали-то. Ничего себе! Как же мне их теперь доставать-то оттуда? Так, одна крышка, вторая крышка. Такие лэбочки, чтобы писать, что находится в данном товаре, в данном контейнере. Это что такое? Ничего себе! Вот это они запихали. Дело в том, что пластиковый пакет одели на один из контейнеров. Сейчас отключусь и достану, и затем покажу. Ох, и нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. В общем, вот такие два контейнера, они абсолютно одинаковые. Вот с такими крышками на защелках. В один контейнер у меня пойдет мука, так объем здесь у нас на три литра. В один контейнер пойдет мука, в другой контейнер пойдет сахар. У меня есть контейнеры для муки и для сахара, но они круглые. И мне кажется, что вот такие... Так, теперь будет закрыть все это дело. Прямоугольные, мне кажется, будут меньше занимать места. Так, крышка закрывается плотно. И они прозрачно. Ну, те у меня тоже прозрачные, но им уже лет 15, наверное, точно. В общем, вот такие два замечательных контейнера. Есть ручка, чтобы писать на этих бумажках. Можно сюда прикрепить, что здесь, например, сахар, в каком-то, например, мука. Но я писать и прикреплять ничего не буду. На 3,6 литра вот здесь написано объем. Потому что... А может и буду, не знаю. Посмотрим потом. Мне кажется, и так видно, где сахар, а где мука. Так, что здесь? Можно замораживать в них. Не знаю, можно ли горячие, но вряд ли. В общем, я использовать это буду именно для супучих продуктов. Очень ждала эти контейнеры, очень их хотела, потому что хочется, чтобы на той полке, где у меня хранятся мука и сахар, было побольше места. А круглый контейнер все-таки, я считаю, занимает больше места, чем вот такие квадратные. Поэтому будет у нас обновочка в шкафах тоже. Закрывается. Неплохо прилегает, я скажу вам. Можно жидкие, наверное, сюда наливать, типа сварил большую кастрюлю борща и в холодильник. Вот. Мне нравится, очень нравится этот контейнер. такой толстый прям пластик. Но вот пришел звездный час этих контейнеров. Один из них будет для муки, второй будет для сахара. И вот здесь у меня хранятся эти самые контейнеры, про которые я вам говорила, что они круглые. Им уже очень много лет. И, в общем, ну неудобно в них. Они очень много места занимают. Поэтому я попробую сейчас поместить муку и сахар вот в эти контейнеры. Надеюсь, что у меня все получится. Давайте начинать. Помогайте мне. Ну что, я в восторге от этих контейнеров. Посмотрите, вот это все было занято этими круглыми, а теперь получается тот же самый объем, только в контейнерах прямоугольных. Они туда вглубь уходят. И получается, сверху мне ничего не стоит. Мне так удобнее доставать любой из этих контейнеров. Я еще сделала надписи на русском и на английском языке для себя и на английском для Эвелины. На русском для себя и на английском для Эвелины. Так, теперь вот этот сахар, это коричневый сахар. Его, естественно, так, что-то за мышка у меня тут какая-то. Естественно, его хранить в таких контейнерах нельзя, потому что он затвердеет. Я его храню в обычных пластиковых пакетах, замотанной резинкой. тогда он остается мягким до самой последней крошки. А это сахарная пудра. Тоже его в такие контейнеры не пересыпешь, потому что его не так много. Его много у меня не бывает, поэтому пусть остается в этой банке. Но от этих контейнеров я, конечно, в шоке. Я в восторге. У меня есть еще два таких. Я еще подумаю, где и как их применить, чтобы они мне не стояли. Просто так сдавать я их точно не буду. Мне понравились контейнеры. Крышки вот эти. Я боюсь, что долго они не выдержат. Вот здесь, в этих местах, мне кажется, они быстро поломаются. Значит, так буду просто закрывать. Просто крышкой сверху прикрывать. Но контейнеры мне нравятся. Если честно, я уже и забыла, что в этих коробках, что в этом заказе. Так, здесь что-то гремит. Надеюсь, что ничего не поломалось. поломалось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, за это можно вернуть деньги. Ой, как жалко. Я так хотела эту кормушку. Ужасно жалко. Смотрите. Смотрите, какая она красивая, вся побитая. Но цепочку я оставлю. Цепочка может пригодиться где-то. А за кормушку можно будет вернуть деньги. 90 дней они дают на то, чтобы вернуть товар. Ой, как жалко вообще. Вообще, это не как кормушку я хотела использовать. Я хотела это использовать как поилку, чтобы на улице повешать для птиц. Жалко. Ладно, это она будет сфотографировать и предъявить им. Очень жалко. Но, видно, не судьба. Так, Хорошо, что можно вернуть деньги и возвращать деньги очень легко. Открываем второй товар. Душа, посмотрите, как они помяты, все эти коробки. Так, это у нас что? Что это? Это я заказала в Велине вот такую полку в комнату. Такая очень легкая, сборная, чтобы ей кладет поставить в шкаф ее. Она очень, ну, как бы сказать, такая простая, но именно поставить, чтобы в шкаф и составить там ее обувь. Я думаю, что дорогую и не надо, но все равно там будет спрятано. Дешево, скажем так, смотрится. Но это мелочи жизни, потому что все равно это будет в шкафу, кто там будет видно. А то у нее получается обувь стоит, вот эти сапоги, все всякие, такая зимняя обувь, стоит просто на полу и это очень много места занимает. Я думаю, что если составить на полку, друг на дружку, вот так на полке, то это будет гораздо удобнее. Это что касается вот этой полки. И вот такая прикольно компактная полочка получилась. На нижнюю полку единственное, что можно поставить, это только, не знаю, пару туфель или пару кроссовок. Ну, на верхнюю полку можно поставить сапоги, так, высоту, а на нижнюю полку только какую-то низкую обувь, либо лежа положить, поставить сапоги. Так, ну, лучше будет, чем сейчас у нее, как в шкафу стоят эти вещи, сапоги ее, осенняя обувь, вот такая всякая, демисезонная обувь. Думаю, получится аккуратнее. Сейчас, по крайней мере, пойду проверю. Заметила косяк. Здесь отверстие вот это, в эту сторону, а здесь и в эту сторону. Это я неправильно собрала, но переделывать уже не буду. Все равно в шкафу будет стоять, кто там будет заглядывать. Или можно повернуть этой стороны. Здесь собрано все правильно. Вот видите, вот так вся обувь у нее стоит в шкафу под одеждой. Я думаю, если я сейчас поставлю полку, то все будет намного аккуратнее. Не очень-то я спасла положение, потому что полочка оказалась коротковатой, надо бы в полтора раза длиннее купить, но все-таки на одну полку вошли три пары сапог, на нижнюю полку три пары сапожек. Ну, не то, что я хотела, но лучше, чем было. Открываем дальше. Здесь у нас здесь ничего не поломано. не поняла. Еще что ли? Зачем так много? Точно такие же контейнеры? Абсолютно точно такие же. Мне надо будет разбираться, смотреть. Они-то мне пригодятся. Ну, зачем мне столько много? Буду смотреть. Если что, сдам. В общем, еще точно такие же контейнеры. Все, то же самое. Пока открывать не буду. Так. А, это сумка. Это сумка. Вы же меня просмеяли насчет моей черной сумки. Сказали, что это бабушкина сумка. Что мне нужно что-то такое более молодежное, стильное. Вот я и заказала себе более молодежное, стильное. Надеюсь, что так оно и есть. Потому что на картинке выглядит одно, а на самом деле смотрится по-другому. Такой рюкзачок. открывается здесь. На этот раз не воняет. Открывается здесь. Но это для того, чтобы закрыть вот этот замочек. Так, замочек здесь. Кармашек. Неглубокий. Например, для губнушки. Кармашек здесь. Тоже неглубокий кармашек. помпончик еще вот такой прикрепляется на какую-нибудь из открывашек. И кармашек вот здесь. И вот такая ручка, чтобы можно еще было носить через плечо. Так, вот здесь небольшой кармашек. И вот здесь небольшой кармашек. Это даже можно, например, с Левелина в лагерь поедет. Дать его с собой. Этот рюкзачок. Материал такой, как баллоневый, что ли. Ну, эта сумка мне, конечно, нравится. Но плохо то, что она абсолютно невместительная. Я думала, что внутри там еще что-то будет. Что-то можно покласть. Так, вот этот кармашек я вам показала. Здесь кармашек. А, ну да. Я же доставала этот. И внутри еще есть кармашек. По-моему. А, нет, все. Ну, здесь хотя бы есть дно. Вот. Вот это дно получается полностью на всю сумку. А, вот, да, точно два кармашка еще вот здесь внутри. Но она невместительная, мне кажется. Ну, что удобно, если, например, положить вот сюда кошелек или телефон, он будет со стороны спины. То есть, очень хорошо такую сумку и в дорогу брать, если, например, на самолет. Никто в этот карман не залезет и не откроет. Потому что у меня был такой случай, ну, не в самолете, а в Казахстане, когда я поднималась по пешеходному переходу, я почувствовала, как мою сумку тут кто-то тянет. Я вот так оборачиваюсь, смотрю, а ко мне в сумку лезет мужик рукой. У меня такая реакция. Я развернулась и успела его ударить. Но он ничего вытащить не успел, но удар успел получить. Вот эти ушки для того, чтобы цеплять ручку, чтобы, если что, через плечо вешать. Ну, что вы скажете насчет этой сумки? Не бабушкина? Носить можно? Одобрямс? Очередная обувь. Правда, уже так, как она открывается, правда, уже надо в шлепках ходить. Не надо, а мы уже в шлепках ходим. Но я заказала себе вот такие кроссовки. Так. Как всегда, китайцы. Как у вас так хватает ума закрывать? Придется перерезать пакет. Так. Вот такие легкие-легкие, тряпочные на липучке. Такая высокая подошва. Размер 41-й. Красивые, мне нравятся. Они такие должны быть дышащие. Вот здесь такое, как замша прошито. А здесь такая, как сеточка, но не прозрачная. И высокий задник. Не знаю, насколько будет удобно с высоким задником. Может, натирать будет. Но легкие-легкие. Хорошо. Будем мерить и посмотрите, как они будут смотреться на моей ноге. Но внешний вид мне очень нравится с джинсами или с джинсовой юбкой. Насчет юбки не знаю. Мне вообще не нравится, когда с юбками, с сарафанами одевают кроссовки. Не нравится мне это. А вот с джинсами или с джинсовыми штанишками будет, мне кажется, классно смотреться. Ну что, давайте померим один кроссовок. Не хочу я одевать вторую нозу. Поэтому померим один и посмотрим, как они будут смотреться на ноге и подойдет ли мне этот размер. Они такие легкие-легкие. Мне так нравится легкая обувь. Так. Может, тут недели расстегивается. Так, одела. Застянула. Ну вот. Размир мой. На ноге очень удобно. Ну и смотрится вроде бы тоже как неплохо. Мне нравится, что вот эта часть завышенная. Ну, соответственно, и носок должен быть немножко завышенный. Потому что у нас продаются иногда прям вот такие коротенькие носки. Я такие терпеть не могу. Вот такие кроссовочки. Такие они легкие. Это просто не описать. С какими-то джинсовыми штанишками или, может быть, даже с джинсовой юбкой, как любят сейчас носить кроссовки с сарафанами или с платьями с какими-то. Мне кажется, будет неплохо. Супер. Мне надоел мой светлый под... Вернее, темный пододеяльник и темные наволочки. В общем, заказала я вот такой светлый. Чтобы было, что марать и потом стирать. Я покажу, какая наволочка и пододеяльник примерно такой же. Но затем, когда одену, вы уже посмотрите. Красивый. Смотрите. Так. Растянуть, может быть. И точно такой же пододеяльник, тоже наполовину. Белый и черный. Красивый. И материал очень приятный. Это... В пятницу, значит, я уже могу поменять. Люблю всякие обновочки. Так. Ну, а с другой стороны наволочка просто такая как бы бело-серо-черная под цвет камня, что ли. Ну, красивый навол... Это... Красивый цвет. Ничем не хуже смотрится, как смотрелось на картинке. Тоже такой как бы золотистый немножко. Очень красивый. Затем одену и посмотрите уже, как оно будет смотреться на кровати. Друзья мои, ну и как вам это великолепие? Ой, как же это красиво. Вообще. Золотое, черное, серое. Мне очень нравится. Очень нравится. Материал такой очень приятный. Вот такая вот расцветка. Перья, бабочки. Такая прям какая-то летняя. Хотя нет цветов. Нету какой-то такой прям яркой зелени. Но за счет вот этих бабочек создается эффект какого-то лета, что ли. Не знаю, мне очень нравится. Одевать, конечно, мутор на его, как и все пододеяльники. Из-за этого я их и не люблю. Но расцветка покоряет. Пишите, давайте, комментарии. Скажите, нравится вам или нет. Можете даже если напишите, что не нравится. На моей кровати лежит не на вашей. Мне нравится. Что я еще хотела добавить про это покрывало. Его можно использовать второй стороной тоже. Посмотрите, он с этой стороны тоже имеет рисунок. Оно покрывало. А если пододеяльник, то да, он имеет тоже рисунок такой как типа что это? Погранит? Похоже, да? Надоест, например, вот эта сторона. Можно покрывать кровать этой стороной. Точно так же и подушки. Или, например, грязная стала, если. Кстати, да, грязнится быстро. Надоела та сторона. Можно перевернуть на эту сторону. Тоже будет красиво. Уже мы пользуемся, наверное, неделю покрывалом и подушками. наволочками. Не знаю, мне нравится. Еще пока не надоело. Заказала такую расческу, но не знаю, насколько удобно будет ею пользоваться. Так, это для того, чтобы подстригать мальчиков или мужчин. Вот таким образом, чтобы вот эти места состригать и затем сбривать под волосы, что ли, вот так вводится эта расческа. Для того, чтобы оставлять вот здесь верх. Буду экспериментировать, пробовать, насколько удобно будет ей подстригать Тиму. Для того, чтобы снимать, но не очень коротко, бока. Посмотрим. Не знаю. Она недорого все равно стоит. А это огромнейший пакет. Здесь сто штук вот таких пакетиков. Знаете, для чего? Вот так на уши. Когда красишь волосы, чтобы не марать уши. Что только не придумают эти китайцы. Но они такие огромные. Я не знаю, зачем они такие огромные. Мне кажется, их можно еще где-то использовать. ужасно огромные. Это что? Что за луха слона? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, все равно будет прикрывать, потому что у меня с этим каждый раз проблема. Как я крашу волосы, то я не только волосы покрашу, я еще и уши покрашу тоже. А мне это не хочется. Мне это не надо. Так, пардоньте, друзья. Вот это, по-моему, для ушей. А вот эти только что я показала, это не для ушей, это действительно что-то прикрывать. А вот эти пакетики, здесь тоже 100 штук, да, вот эти как раз для ушей. Тоненькие, тоненькие, да, точно. Вот это более подходящее. Ну, вот это другое дело, как раз по размеру уха. Все, а те я подняла, да, я заказывала, чтобы что-то прикрывать, например, какую-то чашку с салатом в холодильник нужно поставить или на столе она там с ягодами, например, осталась, чтобы эти мошки не завелись, не прилетели моментально. Вот эти пакетики пойдут. А вот именно вот эти маленькие, это для, ой, простите, это для ушей. Как раз по размеру уха. Но если уши не маленькие, ой, то есть если уши маленькие, если уши как у слона, то лучше использовать пакетики побольше. Еще какая-то очередная коробочка. Надеюсь, что там все целое. Так. Как же она... А, все, я поняла, как она открывается. Надеюсь, что поняла. вот такие светильнички с сенсором, реагирующие на движение. Это нужно вставлять в розетку, потому что те, которые заряжаются, их вообще надолго не хватает. Они очень быстро разряжаются. а вот эти вот такие четыре штуки. Будет лучше, конечно. Это как ночнички можно использовать. А, если можно заказать в виде сердечка, тогда другой номер будет. А у меня именно вот такие квадратные. Нам какая разница, квадратные и квадратные, и круглые. Главное, чтобы ночью был ночничок. иногда ночью встаю, там, таблетку надо выпить или изжога нужно выпить шипучку, как мы говорим. И несколько ночей назад я выхожу на кухню, а у нас все эти светильники, которые заряжаются, сели. Меня это, конечно, вообще никак не устраивает. поэтому хочу попробовать вот такие. Насколько они будут яркие или насколько они будут реагировать на движение. Четыре светильничка. Так набор и шел, кстати. Четыре светильничка. Ну и последний товар в этом заказе. Я заказала мусорные бачки. Вот такие они очень объемные, большие. Вот с такой картинкой с оленем. Глубокие они. как я и хотела. И такая крышка. Это для того, чтобы контейнер был закрытый. Потому что мне не нравится то, что у нас контейнеры открыты, и иногда делаешь какую-то съемку и попадает в съемку. А это вот эти контейнеры будут закрыты, ну и все-таки запах там будет тоже треснутая. Вот здесь. Ай-яй-яй. Ну это я могу заклеить, но все равно я потребую, чтобы они вернули деньги. Это же не моя вина, что оно разбитое. Это я заклею. Это мелочи жизни. Но деньги я верну. Хорошо, что я заметила. Нажимаешь на кнопку, крышка открывается. Были еще на сенсоре, что проводишь рукой и открывается. Но стоит дороже. Я заказала, чтобы просто нажать на кнопочку и крышка открылась. Ну а за это я деньги верну за эту трещину. Не стесняйтесь, друзья, если заказываете что-то в Китае, извините меня, вы платите все-таки деньги. И когда мне говорят, ну ты как-то нечестно поступила, пусть будет нечестно, но это мои деньги, которые я заплатила за этот товар. И когда он мне приходит, ну извините меня, поврежденный, этим можно пользоваться, но он-то пришел поврежденный, я же за него деньги все-таки уже заплатила, пусть они мне возвращают за вот эту поломку деньги. Проверила этот контейнер, он целый, но он был внутри. Их два контейнера вот так, друг с дружки были, поэтому этот был внутри, он целый. А тот, который был снаружи, он, конечно, там трещина, поэтому за один я все-таки деньги верну. Ничего, пользоваться моей добротой. Точно так же, точно такой же, один в нашу ванную, другой в ванную к детям будет. Очень объемный. Мне нравится. Ну что я хочу сказать про эти мусорки? Удобные, вместительные, подходят туда пакеты с магазинов, которые у нас запрещены, и которые я покупаю на Тиму. но было бы гораздо удобнее, если бы они открывались автоматически на сенсоре. Провел рукой и крышка открылась, потому что, сами понимаете, иногда не очень удобно открывать эту крышку. Не хочется касаться ее рукой в некоторых случаях. Но уже куплено и за пологанную мусорку уже деньги возвращены, поэтому будем пользоваться. У нас нет выбора, как говорится. Нет, вообще, мне нравится мусорка тем, что она не широкая, но длинная. Это очень удобно. Можно поместить в какое-то узкое пространство, но вот то, что она автоматически не открывается, в этом, конечно, я пролетела. Лучше бы я немножечко доплатила, зато было бы легче ее открывать. Провел рукой, сенсор сработал и крышка бы открылась. Это было бы гораздо удобнее. Вот такой, друзья, у меня был заказ в этот раз. Уже полностью опять все показывать не буду. Думаю, вы достаточно рассмотрели и что именно я заказала и цены. Думаю, что этого достаточно для обзора. Пишите свои комментарии, пишите свое мнение о каждом товаре, что я заказала. Будет интересно послушать. Ну, а я с вами буду прощаться. До новых встреч и до новых просмотра.